всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать как промывать теплообменники в котлах в конце своего видео я вам расскажу о том как промывать котел если у вас нет профессиональной промывочной станции выход все равно есть но сейчас я хочу вам рассказать как промывать котел профессионально и так для чего это нужно если у вас в котле например происходят какие-нибудь звуки кипения какой-то или звуки стучания ударов как будто у вас котел фото залез там и пинает его изнутри то скорее всего что котел у вас закоксовался его нужно промывать если вы ставите чайник с водой на плиту и он у вас начинает закипать то вы начинаете слышать характерный звук когда бульбашки поднимаются наверх она начинает кипеть шипеть вот нечто подобное появляется также в котле также одной из причин может быть то что котел работает но не греет например котел у вас закоксовался проходов трубочках теплообменника нету вода в котле сам об нагревается быстро но пройти дальше систему отопления нет возможности по той причине что диаметр условного прохода самой трубки теплообменники в общем то сводится там какому-то минимуму иногда туда буквально даже не залазит отвертка это говорит о том что котел нужно промывать также если котел у вас нагревается радиаторы к примеру холодные то это тоже говорит о том что котел быстро нагревает себя но дальше вода это не поступает такая работа котла забитым теплообменником может приводить к тому что теплообменник буквально лопается вода внутри нагревается если датчик вовремя не срабатывает то горячая вода в теплообменнике расширяется как вы знаете вода горячая занимает больший объем чем вода холодная соответственно давлением воды теплообменник разрывает и он лопается ремонт теплообменника который лопнул обходится очень дорого для начала я вам предлагаю убедиться в том что проблема именно в котле сначала нужно проверить все ваши сетчатые фильтра которые у стоят перед и после котла. Раскрутите крышку, проверьте все свои сетчатые фильтра, вытрусите весь мусор. Если у вас по-прежнему проблема сохраняется, значит идем дальше. Также считаю необходимо проверить насос в котле, если у вас это двухконтурный котел. Отверточкой желательно открыть отверстие для разблокировки насоса после долгого застоя, поставить туда отвертку. Если лопатки ротора будут тарабанить по отвертке, значит насос у вас работает. Также необходимо проверить все обратные клапана, которые у вас стоят на системе отопления. К примеру, если у вас напольный котел и обратные клапана у вас стоят пружинного типа, они могут либо периодически стучать, вы будете слушать при работе котла некоторый звон. Очень хорошо это слышно, когда у вас в теме отопления смонтирован какой-нибудь байпас и, к примеру, работает насос, обратные клапана при этом начинают звенеть. Если у вас обратные клапана самотечного типа с силиконовым шариком внутри, то силиконовый шарик также может залипнуть в каком-то положении либо опущенном, либо поднятом, смотря как вы обычно работаете. И скорее всего, что такой обратный клапан у вас работать не будет, а также может создавать помехи для работы котла. Для промывки котла я рекомендую использовать ортофосфорную кислоту. Она разводится в концентрации 1 к 10. Также можно использовать различные средства. Их сейчас на базаре очень много. Некоторые люди вообще используют лимонную кислоту, но как показывает практика многих моих знакомых, а также сотрудников, лимонная кислота намного слабее ортофосфорной, которую мы используем в практике промывки котлов. Для того, чтобы промывать котел, я использую промывочную станцию. Она выглядит следующим образом. На этой станции есть тумблер включения и выключения. Также имеется тумблер, который меняет направление потока жидкости. То есть мы можем либо с левой шлангочки подавать воду в правую, либо с правой шлангочки подавать воду в левую. Соответственно теплообменник промывается то в одну сторону, то в другую сторону. Это намного эффективнее, нежели промывать только в одну сторону. Как я промывал данный котел на примере которого я хочу вам все показать. Для начала я перекрыл краны на котлы, после этого из имеющихся у меня переходов собрал переходы под штуцера промывочной станции. Вот в этом случае у меня не было штуцера и я вместе с операторами котели собрал вот такую вот историю. Как вы знаете, даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Для начала в промывочную станцию необходимо заливать воду и уже только потом добавлять кислоту для того, чтобы брызги кислоты не попадали куда-либо вам на руки, либо на одежду, на кожу. Если вы промываете медный теплообменник, как в газовых колонках и навесных двухконтурных котлах, то его нужно снимать и подключать отдельно, буквально на полу. Я не рекомендую промывать этот теплообменник прямо на котле, как делают некоторые умельцы на youtube, потому что при промывке котла без снятия теплообменника кислота будет циркулировать полностью по всем его узлам и механизмам. По трехходовому клапану, по датчику протока, насосу и всем остальным узлам, где есть резина. Резина может разъесть, у вас начнет сочиться буквально все в разных местах. К тому же не все механизмы и узлы котла, как вы можете догадаться, рассчитаны на то, что их будут мыть кислотой. Скорее всего их разъесть и вы попадете на замену еще некоторых запчастей. По времени теплообменники медные с пластинами, как в колонках и двухконтурных навесных котлах промываются по 30-40 минут в одну сторону. Если же у вас напольный котел с остальным теплообменником, он промывается в зависимости от состояния закоксованной. Если вы хотите промыть его ради профилактики, так как давно его не промывали, то 50 минут, час в одну сторону, в принципе, будет достаточно. Если у вас он очень сильно закоксованный, то я бы рекомендовал час-полтора промывать в одну сторону. Итого в сумме получается где-то 2-3 часа на промывку одного теплообменника. Когда ортофосфорная кислота входит в реакцию с накипью, которая образуется в теплообменных поверхностях котлов, чувствуется запах сероводорода, появляются бульбашки, как в газировке. А также, тем больше степень загаженности теплообменника, тем больше пены появляется в кислоте. Как вы видите на фотографии, теплообменник этого котла был очень сильно загажен. Если у вас нет промывочной станции, я рекомендую взять кислоту и разводить ее, к примеру, не 1 к 10, а 1 к 5, может быть 1 к 4 с водой. Полученную смесь нужно залить в теплообменник. То есть, для начала котел, если он у вас напольный, нужно закрыть ему обратку и через подачу залить ему эту всю смесь в теплообменник. И дать ему постоять где-то порядка 12 часов, а может быть, грубо говоря, три четверти суток. После того, как котел постоит, эту воду можно слить. Если у вас теплообменник медный, то нужно проделать все то же самое, сняв теплообменник. То есть, сначала снимаете теплообменник, заливаете туда смесь более концентрированную, чем при промывке насосной станции и оставляете его постоять вот где-то на 12 часов. То есть, ночь постояла, можете эту кислоту сливать и, в принципе, подключать все обратно. Если вы чувствуете, что этого еще недостаточно, можете еще раз так же самое на 12 часов залить, чтобы оно все откоксовывалось. Как показывает практика, этот метод также помогает. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео. Субтитры сделал DimaTorzok